Помните, чеченки, 25 февраля, символы, герантика, все, что связано с образами. Он приедет к нам, будет показывать какие-то очень хорошие картинки. А мы 4 марта, мы будем говорить о субъектности, о чем говорил сегодня Михаил Васильевич. Будем говорить о субъектности, о русском народе, о том, что сделать, как и жизнь. Да, вот книжки принес Дмитрий Александрович Лепетев, поднялся книжки, можно брать. Спасибо. 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 Дорогие друзья. Хотелось бы что сказать. Большое спасибо. Спасибо. Я же не вижу что происходит. Хотелось бы сказать большое спасибо за поддержку по поводу блокировки канала Малининым. Достаточно большое количество людей написало письмо обращение к Александру Малинину с просьбой разблокировать канал. По большому счету это не принципиально. Канал Глобальная волна как жил так и живет. Не в этом суть. Ребята которые помогают обслуживать канал. Жалею что 12 тысяч подписчиков куда то пропадет. Суть не в этом. Все только начинается. Портал скоро глобальная волна .TV открывается. Сценарий написан. Октан выкладывал сценарий емкий о чем речь. Сегодня мы слышали инсайдерскую информацию что регионы вкладываются. Китай вкладывается. Центральные каналы готовы принимать к рассмотрению материалы которые были профинансированы. Уже профинансированы сторонними источниками. Глобальная волна это как раз именно тот самый продукт который уже много лет. Поэтому обращаюсь к вам с очередной просьбой писать на каналы. Писать продюсерам что есть такая глобальная волна. Много лет мы с вами делаем великие дела. Мы доносим до людей славу о великих русских ученых. изобретениях, открытиях и показываем новые цели, новые горизонты. Куда мы можем все двигаться и куда мы можем звать всех остальных. Сегодня говорили о том что на русском языке не звучит что-то новое. Как же не звучит на глобальной волне только это и звучит дорогие друзья. Что ждут нас молочные реки и кисельные берега. И благодать, благодать и изобилие. Изобилие для всех на планете. Где нет воин, где нет вражды, где нет ненависти, нет причины. Это кажется фантастично. Но мы должны ставить эти горизонты, ставить эти задачи. Школа здравосмысла, как всегда, 18 века. И в любой точке планеты, даже в вечной мерзлоте, можно выращивать апельсины, бананы, ананасы. И обеспечивать свой рацион питания микроэлементами прямо с грядки, дорогие друзья. Ведь это же фантастика. А то вообще сейчас нам легче идти. Жанна, мы все работаем.